Всем привет! К нам в руки попал сет объективов Ingenieur Optimum Prime. Для того, чтобы узнать, что из себя представляет эта линейка, мы провели несколько тестов для 18, 28, 50 и 75 миллиметров. В качестве тестовой камеры используется Red Monster, выбор был сделан на основании размеров ее сенсора 41 миллиметр по ширине. В этом случае у нас будет больше информации о том, как ведет себя оптика на широком сенсоре, аберрации, дефокус, винетирование и так далее. Но чтобы сделать это немного интереснее, сравним Ingenieur Optimum Prime с Aris Signature Prime. Стоит отметить, что оба сета тестировались с дефолтной комплектацией, без таких опций, как фильтры для задней части объектива, сменных лепестков диафрагмы и замены переднего оптического элемента. Однако, тут нужно понимать, что эти опции, предлагаемые производителями, могут достаточно сильно изменить оптические характеристики и кардинально поменять рисунок конкретно оптики. Время зачитать немного информации из брошюры. Ingenieur Optimum Prime создавалась под стандарт Full Frame, заявленная как High-End Class, полная линейка называется Platinum, состоит из 12 объективов, диапазон фокусных расстояний от 18 до 200 миллиметров. Также есть поддержка двух основных технологий для захвата и записи метаданных CookEye и LDS Lens Data System. Предлагает опции в виде кастомизации диафрагм, возможностью замены переднего оптического элемента, например, на uncoated версию фронтального стекла и возможностью крепления специального фильтра на заднюю часть линзы, прямо перед матрицей. Почти все объективы обладают светосилой в 1.8 тистопа, кроме 18 и 200 миллиметровых вариантов. 18 миллиметров имеет светосилу 2 тистопа, а 200 миллиметров 2.2 тистопа. В дополнении ко всему, оптика относительно легкая и компактная. Самый легкий объектив весит 1.9 килограмм, а самый тяжелый почти 2.3 килограмм. Это слегка легче некоторых объективов из линейки Signature Prime. Приятным бонусом будет то, что Ingenieur заявляет идентичную калориметрию по всей линейке, которая матчится и с OptimoZoom версиями. Линейки наших тестовых объективов обладают так называемой barrel дисторсией, она же бочка. Для отслеживания уровня дисторсии использовался чекерборд, абсолютно плоский объект, который не имеет искажений на поверхности и расположен плоскостью перпендикулярно камере. В нашем случае относительно единицы измерения будет количество пикселей по вертикали и горизонтали, которые изменят свою позицию в процессе операции диндисторта. По большей части обратим внимание на самый широкий объектив 18 мм, так как здесь больше всего проявляется артефакт. Оба объектива достойно проходят тест и обладают не такой значительной дисторсией. Optimo Prime все же показывает немного больший уровень искажения, чем аналог из линейки Signature Prime. Далее интересно, начиная с 50-мм версии Optimo Prime, тип дисторсии меняется на пинкушин, что довольно необычно. Анализ рисунка осуществим при помощи диска в боке, который мы можем получать, уведя в дефокус яркие объекты в сцене, например гирлянды. Тест мы проведем как с постоянной диафрагмой T1.8, так и с динамической, чтобы увидеть влияние лепестков диафрагмы на боке. На 18-мм версиях обоих линеек наблюдается астигматизм, который слабо выражен ближе к краям кадра и является обычным свойством широкоугольных объективов. Сравнивая эти широкоугольные объективы, отчетливо видна разница в равномерности фокусировки по площади кадра. Чем дальше от центра кадра расположен объект, тем больше проявляется дефокус, но у Signature Prime это свойство проявлено крайне слабо. Также оба 18-мм объектива обладают хроматическими аберрациями, которые подмешиваются по краям дисков. Последующие фокусные расстояния у Optimo Prime практически лишены видимого влияния этого артефакта. Кроме 40-мм версии Signature Prime, где хроматическая аберрация проявляется при закрытии диафрагмы. На дисках нет ярко выраженной окантовки, скорее наоборот, края боке мягкие и неконтрастные, что позволяет меньше привлекать внимание на сверхярких объектах в дефокусе. Центральная часть боке аналогично не содержит в себе дополнительных элементов, кроме пыли. Формы дисков обусловлены количеством лепестков диафрагмы. 9 лепестков у Optimo Prime и 11 лепестков у Signature Prime соответственно. По аналогии с тестированием сенсоров на разрешающую способность, в предыдущем видео мы провели аналогичный тест и сравнили полученные изображения в контексте микроконтрастов, высокочастотных участков изображения. Обратим внимание на старые добрые гиперболические клини и увидим, что контрастность этих участков выше у Ари. Но это не такая критическая разница и Optimo Prime успешно проходит это испытание. Смысл этого теста прост. Примерно понять, насколько сильно изменяется фокусное расстояние при изменении точки фокусировки по всему доступному диапазону. Для этого мы расположили грид перед камерой и переводили фокус. Особо комментировать здесь нечего. Signature Prime однозначно на другом уровне. Хоть какое-то движение фокусного расстояния заметно лишь на широкоугольном объективе. Конструкторы Инженю, по всей видимости, не стали компенсировать этот артефакт в должной мере, что впоследствии привело к значительному изменению фокусного расстояния при вращении кольца фокусировки. Ну и напоследок флееры и глэеры. Просто смотрим и держим в голове, что рисунок может меняться от уровня закрытия диафрагмы, фокусного расстояния и от покрытия фронтального оптического элемента, который, напомню, на данных линейках кастомизируемый. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, многие характеристики мы опустили и не рассмотрели в рамках этого теста. Изменение экспозиции при перефокусировке, точность репродукции светового спектра, искажение оттенков при открытых и закрытых значениях диафрагмы, винетирование и т.д. Однако полученных данных должно хватить, чтобы понять какие-то свойства новой линейки от Инженю и ответить для себя на вопрос, нужно ли обратить более детальный взгляд на эту оптику. На этом все. Пока!